Главный ход в усадьбу. Усадьба, конечно, построена очень интересно. Очень много, как вы видите, изрезанная крыша, пристроечки, надстроечки и серый цвет. Я уже не первый вижу цвет серым окрашенной усадьбы. Где-то еще видела, чуть ли не в Поленово. Вот напротив тоже такой колоритный домик старушка. А вот это, похоже, выставка каких-то местных пейзажей. Сейчас мы посмотрим. Чем больше приглядываешь к усадьбе, находишь больше и больше интересных мест. Вот там, к кирпичной стене, прилеплено маленький-маленький балкончик какой-то. А вот здесь на крыше, посмотрите, стеклянный какой-то. Наверное, для того, чтобы смотреть туда удально вот эти красивые дали, мурановские дали, так их и называют, собственно говоря. И балкончик тут имеется. Очень много деталей на усадьбе интересных. И кошки тут, а многие трутся местные. Везде есть кошечки. Везде они живут в каждом месте. Вот какой. Да, мяукает. Ну, привет, привет. Холодно, снег. Пошел, однако. Еще удивительная надпись гласит о том, что компания Siemens приняла участие в восстановлении музея усадьбы Муранова в сентябре 2009 года. Это один из объектов. Очень интересная такая осторожечка, остороженная. Что же там интересное? Детский домик, наверное, какой-нибудь. Кошка здесь же рядом с нами гуляет, местная. Все еще никак не отошла от нас. Вот это кирпичная часть с этой стороны. Он отреставрирован, вероятно. Может, он такой был кирпичный, я не знаю. Вот они, как бы старое здание, новое здание. Немножко непонятно мне. Та часть старая, серая, бревенчатая, мне больше нравится, чем эта. И отовсюду вид на ту сторону Урановские холмы. Ну, чтобы оценить размеры, длину этой аллеи. Вот мы сейчас в самом конце. И усадьба-то, собственно, просматривается, можно даже сказать, не такая уж, но и большая. Ну, погулять немножко можно. Это займет не очень много времени. Все в пределах небольшой шаговой доступности друг от друга. Это не такие огромные расстояния. Здесь не такое огромное, не такая она большая. Так что вполне и от Москвы недалеко. Можно погулять и подъехать, можно на машине. Посмотреть на русскую природу и русские усадьбы, где тебе и ели, липы. Ну, вот я сейчас вам дала панорамку. Как вы видите, вот она практически вся и захватилась. Не считая той входной части, куда мы заходили, где находится и в церковь. Вот они русские домики усадебные 19 века. Вот так. И примерно так они выглядели. Обязательно балкончик. Обязательно большие двери с выхода на веранду. Как правило, второй вход. Как вот там зимний. Это летний, тот зимний. Душевна. Фонарики. Фонарный стал бы тут интересным. Древний, древний. И шиповник. Представляете, шиповник. Да, здорово. Ну, а амбар бывший превратился в буфет. Что, в общем-то, логично. Смотрите, какой очень такой добротный амбар. Сейчас мы с этой стороны посмотрим, кроме амбара. КОНЕЦ Продолжение следует...